Тем временем в Карасуке открыли филиал Новосибирской автошколы для инвалидов. Учебу в ней оплачивает Министерство соцразвития, а оборудование отличается от привычного. Получить права смогут люди с нарушением здоровья. И что интересно, по заверениям организаторов, навыки вождения для кого-то могут стать очень большим плюсом при устройстве на новую работу. Если этих знаков у нас нету, мы проезжаем перекресток. Как перекресток равнозначных дорог. По помехе справа. В русском жестовом языке есть почти все термины и свода правил дорожного движения. В исключительных случаях переводчик покажет пальцами буквы трудного слова. Индивидуальный подход к каждому курсанту. Их меньше, чем в обычных автошколах. Со дня основания автошколы, то есть с 17-го года, обучили 226 человек. Вот за это время, с начала года, мы обучили 35 человек. На экзамене по теории переводчик не нужен. Сдавать все равно на компьютере. Потом автодром. Андрей Терепов этот этап уже освоил. Сейчас готовится к испытанию городом. Он не услышит сигнала водителей. Зато смотреть на дорогу будет в оба. Глазами работать. По стеркалам смотреть. Здесь учатся люди с разными патологиями. А значит и автомобили тоже специальные. Для тех, кто потерял ногу, ручное оборудование. Управление этой машиной даже проще, чем в детском автомобильном симуляторе. Здесь нет ни одной педали. Коробка, естественно, автоматическая. Если газ, то две ручки на себя. Если тормоз, то от себя. Обучение для инвалидов бесплатное. Нужно только обратиться в Министерство труда и социального развития. Решается вопрос, набирается. Он поступает в группу, обучается в течение полугода и получает документ. Наши лица, инвалиды, которые выпустились, они это делают не просто для себя лично, чтобы передвигаться, но и работают в таксопарках, работают экспедиторами. То есть они с помощью автомобиля еще и могут трудоустроиться. Теперь такая школа есть и в Карасуке. Там и автодром построили, и две спецмашины закупили. Возможностей у инвалидов становится больше. Сергей Толмачев, Борис Гладких, Новости ОТС.